Введение комендантского часа. Наряды полиции, рыскающие по улицам. В отчаянной попытке спастись, люди возводят многокилометровые заборы вокруг города. Нет, рядом не бродит особо опасный преступник. Всего лишь кабан. Прожорливый, агрессивный, заразный. А когда на улицы города выходят тысячи этих кошмарных существ, людям остается только прятаться. Итак, с чего же все началось? На самом деле, с двух вещей. Урбанизации и восстановления лесов. Города становятся больше, но и в лесах достаточно комфортно, чтобы размножаться, поэтому популяция диких кабанов растет по всей Европе. Даже в европейских мегаполисах, от Берлина до Мадрида и Варшавы, участились случаи встречи с ними. В одной только Италии, по стране сейчас бродят около 1 миллиона диких кабанов, уничтожая посевы и вызывая по меньшей мере 2000 автомобильных аварий ежегодно. И это только часть вреда? В той же Италии кабаны каждый год наносят ущерб сельскому хозяйству на сумму до 22 миллионов долларов. Все потому, что они очень прожорливые. Эти дикие звери, скорее всего, съедят все на своем пути, даже друг друга, если они в отчаянии. Кроме того, кабаны обладают способностью адаптироваться практически к любой разумной среде. Именно поэтому дикий кабан включен в список наиболее инвазивных видов Всемирного Союза Охраны Природы. Он хорошо себя чувствует практически в любой среде обитания, от полузасусливых равнин до альпийских лесов и болотистых лугов. В общем, была бы еда, а кабан найдется. Но откуда они вообще взялись? Исторически известно, что кабаны появились в Юго-Восточной Азии, а уже оттуда начали колонизировать европейский континент. Произошло это около 5 миллионов лет назад, и довольно быстро многие цивилизации стали рассматривать диких кабанов как популярную добычу. В начале 20 века антропогенное давление, то есть активная вырубка лесов и такое же активное развитие сельского хозяйства, привело к почти полному исчезновению вида на Опенинском полуострове. Сохранились лишь несколько популяций в Тоскане, на юге Италии и в Альпах. Однако после Второй мировой войны в Италии случился постепенный экономический подъем вместе с урбанизацией населения. Леса постепенно восстанавливались и дикие животные вернулись. А поскольку питаться дикие кабаны могли всем подряд, плюс рядом не было серых волков, их главных хищников, животные успешно расплодились. Да еще и люди специально добивались переселения кабанов в пустые леса. В основном это интересовало, конечно, охотников. И вот к чему все привело. В настоящее время в ЕС насчитывается более 10 миллионов диких кабанов. Их число продолжает расти, а значит конфликты между людьми и кабанами будут случаться все чаще и чаще. А те кабаны, которые заходят в города, становятся вредителями похуже крыс или голубей, потому что они крупнее, да и поведение у кабанов более сложные. И городские кабаны – это реальная проблема. Причем не просто европейская. Их можно встретить везде. В Барселоне и Берлине, Хьюстоне и Гонконге. В разное время суток были замечены группы диких кабанов, бродящих по городам. Кабаны завоевывают городские районы благодаря обилию неубранного мусора и людям, которые охотно их подкармливают. Согласно недавним исследованиям, в настоящее время кабаны обитают в 105 итальянских городах, в то время как 10 лет назад их замечали всего в двух. И, естественно, такая ситуация не только в Италии. Чтобы понять, насколько комфортно кабаны чувствуют себя в городе, достаточно посмотреть абсолютно любое видео, снятое очевидцами. Кабанов не смущает вообще ничего. Потому что, и это еще один важный фактор, они перестали бояться людей. И устраивают полный хаос. Например, в 2016 году только в Барселоне, полиция зафиксировала 1187 телефонных звонков о надоедливых кабанах на свободе. Дикие свиньи рвали газон, жевали мусор, нападали на собак, грабили кормушки для кошек, мешали движению транспорта и даже врезались в машины. А в 2013 году полицейский выстрелил в кабана из своего служебного револьвера, но вместо этого ранил своего напарника. Не удивлюсь, если кабан, убегая, дьявольски хохотал. Вообще, больше всего от кабанов страдают Италия и Испания, поэтому там борьба ведется наиболее активно, и мы собрали статистику по этим двум странам. Но пострадавших, конечно, намного больше. В Шотландии диких кабанов недавно даже обвинили в убийстве овец на местных фермах. Стоит сказать, что для кабана необычно заниматься чем-то подобным, хотя изредка такие убийства случались и раньше. Так, в 2016 году Ассоциация егерей Шотландии предупредила, что дикие кабаны убивают и поедают домашний скот. Один человек утверждал, что видел, как три кабана напали на овцу, причем сделали это намеренно. Другие фермеры говорили, что кабаны регулярно убивают ягнят, и вообще растущая популяция диких кабанов в Шотландии вызывает хаос. После нашествия кабанов поля оказываются вытоптаны, а домашний скот убит. Экологи этому, правда, не верят. Говорят, что кабаны будут есть овец, если найдут их мертвыми, но сами убивать вряд ли станут. А если бы такое реально случилось, кто-то бы уже давно заснял кабани и злодейство на камеру. Так вот, у нас со Стивом получилось найти такое видео. Более того, кабаны едят и зайцев, причем специально охотятся на них. Видео, на котором видно, как две маленькие пони спасают франкоязычную пару от разъяренного кабана произвело в интернете настоящий фурор, и это неудивительно. Кабан появился словно из ниоткуда, а затем бросился в сторону камеры. Все могло бы закончиться плачевно, если бы не пони. Они появились не менее внезапно и прогнали кабана. Счастливый конец. Однако эксперты считают, что пони не собирались никого спасать. Скорее, они следовали стадному инстинкту, возможно, даже спутали кабана с другим пони и просто побежали к нему. Так что дело, скорее всего, было так. Появление пони спугнуло кабана, он побежал, пони побежали за ним, потому что так ведут себя животные. А благодарные люди засняли это на видео. Если вам смешно от того, что какой-то кабанчик может навредить двум взрослым людям, то поверьте мне, вы не захотите знать, что эти милые звери могут сделать с вашими ногами. А я, к сожалению, видел такое. И, как обычно, когда речь заходит о видах вредителях, возникает вопрос. А почему бы не есть всех этих диких кабанов? Тем более, что наши предки успешно делали это на протяжении многих веков. Что ж, тогда кабаны не были радиоактивными. Совсем недавно группа ученых проверила мясо диких кабанов из Южной Германии и обнаружила, что они действительно радиоактивные. Причем животные получили это свойство в результате испытаний ядерного оружия. Катастрофа на Чернобыльской электростанции в 1986 году ни при чем. Да, эта катастрофа привела к выбросу огромного количества радиации в окружающую атмосферу. Радиация заразила окружающие леса, сельскохозяйственные угодья и живых существ, от домашнего скота до людей. Радиоактивность в результате катастрофы распространилась на запад до Франции, и многие сельскохозяйственные животные в пострадавших районах в последующие годы родились с деформациями. Хотя дикий кабан не является домашним скотом, он тоже пострадал от чернобыльской радиации. Но есть два важных «но». Во-первых, со времен взрыва радиоактивный уровень в целом снизился по всей Европе, но не у диких свиней в Южной Германии. А во-вторых, ученые поняли, что виноват не только Чернобыль, но и испытания ядерного оружия. 88% из 48 протестированных образцов мяса кабанов имели повышенный уровень радиоактивности в Германии, и все образцы показывали завышенный уровень в Японии. Выборка, конечно, небольшая, но результаты все равно насторожили. Не могло же быть так, что один конкретный вид животных оказался особенно хорош в накоплении радиации. В чем же тогда причина? Оказалось, что в трюфелях. Свиньи – единственные животные с явным пристрастием к трюфелям. Именно поэтому им удалось сохранить свою радиоактивность. Погребенные под землей, эти трюфели служат хранилищем для радиоактивных частиц, затем радиация попадает в организм животного, и ученые обнаруживают высокую радиоактивность мяса. Все просто. Кстати, интересно, что зимой кабаны более радиоактивные, чем летом. Зимой пищи не хватает, поэтому они чаще едят трюфели. И да, непонятно, какая именно страна отвечает за повышенную звериную радиоактивность. Дело в том, что после взрыва возникает огромная тяга вверх. К тому времени, когда осадки выпадают на землю, радиоактивный материал равномерно распределяется в верхних слоях атмосферы. Поэтому практически невозможно приписать последствия конкретному испытанию или стране. Но если мы скажем, что человечество само породило радиоактивных кабанов, то не ошибемся. А ведь это только один конкретный пример странности, связанной с дикими свиньями. В 2015 году на Reddit загрузили причудливый и тревожный альбом изображений. Туша дикой свиньи была изображена на серии фотографий, и там, где должен был быть белый жир, он имел ярко-синий цвет. Выглядит максимально небезопасно с точки зрения еды. Случай вызвал огромный резонанс, в итоге синий жир даже попал в лабораторию. Увы, там не смогли точно сказать, почему свинья посиняла изнутри. Скорее всего, причина кроется в красителе, который входит в приманку для крыс. Он добавляется, чтобы другие животные не съели отравленное мясо, так как цвет их отпугнет. Но свиней ничто не остановит. Хорошая новость, крысинной дозы недостаточно, чтобы убить свинью, но хватило, чтобы окрасить внутренности. Ну ладно, допустим, есть диких свиней нельзя, но может быть их просто отлавливать? Оказывается, тут тоже возникают сложности, потому что иногда животные буквально спасают друг друга из ловушек. Так в Чехии самка кабана успешно освободила двух молодых кабанов из неволи, продемонстрировав высокий уровень интеллекта и сочувствия. Такую попытку побега ученые регистрируют впервые. Дело было так. Сначала две молодые особи попали в ловушку. Дверь клетки опустилась. Они начали бросаться на стены и бегать кругами. Спустя несколько часов за пределами клетки была замечена группа из восьми кабанов, среди которых находилась взрослая самка. Она начала мордой поддевать и удалять деревянные бревна, которые блокировали двери ловушки. Когда самка закончила, кабаны смогли открыть дверь и выбраться. Спасательное поведение могло быть мотивировано сочувствием, потому что самка-спасательница продемонстрировала то, что у людей называют гусиной кожей. Известно, что этот признак указывает на сочувственное эмоциональное состояние. Плюс спасение в целом было быстрым, а поведение – сложным и четко целенаправленным. То есть все это самка сделала не случайно. Исследователи считают, что, возможно, у нее уже был опыт открытия дверей клетки. Почему? Да потому что в двух более ранних случаях исследователи получили предупреждение о том, что животные попали в ловушку, но когда они подошли к клетке, она была пуста, а значит, кабанов кто-то выпустил. И стоит сказать, что спасательное поведение у животных встречается не так уж и часто. Но дикие свиньи пошли еще дальше и научились управляться с инструментами. Исследователи наблюдали, как висайские бородавчатые свиньи использовали палки для рытья и строительства жилищ в зоопарке во Франции. В серии более поздних экспериментов исследователи зафиксировали, что три из четырех свиней копали землю палкой, зажатой в пасти. Это говорит о том, что такое поведение не случайно, а передавалось внутри одной семьи. И вы наверняка без меня знаете, насколько круто для животного использовать инструменты. Считается, что это признак интеллекта, однако до недавнего времени никому и в голову не могло прийти, что свиньи тоже на это способны. Они же, ну, свиньи. И все же давайте вернемся к методам борьбы, потому что у нас остался самый древний и самый проверенный. Охота. Но она может быть невероятно сложной, хотя может показаться, что на кабанов охотиться легче, чем на многих других животных. Кабаны обладают невероятным обонянием, из-за которого их сложно выследить. Также известно, что иногда они становятся очень агрессивными, что добавляет риска. Тем более, традиционная охота, которая практикуется в Европе, не помогает. Люди охотятся для приятного времяпрепровождения. Их цель – крупные самцы, похожие на трофеи. Но это вообще не улучшает ситуацию, потому что гибель самца как бы расщепляет ядро семьи. Из-за этого молодые самки разбредаются по территории и начинают свой репродуктивный цикл чуть раньше. Получается только хуже. И опять у нас инвазивный вид, который быстрее размножается от того, что его пытаются истребить. Это уже классика. Но стоит признать, что охотиться люди все-таки пытаются. И отчасти из-за того, что мясо кабана обладает уникальным вкусом, не похожим ни на что другое. Знатоки описывают вкус как насыщенный, ореховый, без малейшего привкуса дичи. Из-за вкусовых качеств такое мясо издавна считалось деликатесом в разных странах Европы. Поэтому, когда такая возможность все-таки есть, люди стараются съедать диких кабанов. Если они не радиоактивны, конечно. Так, многие европейские страны сейчас эффективно борются с кабанами с помощью специальных огромных ловушек. Впервые они были использованы и хорошо себя показали в США. А теперь постепенно применяются по всему миру. Одна такая ловушка за раз может поймать большую кабанью семью. Затем животных в ней гуманно усыпляют, после чего продают и употребляют в пищу. И это, в общем, пока наилучший вариант решения проблемы. Рим против свиней Пикники были запрещены, а мусорные контейнеры огорожены на большей части северной части Рима. А все потому, что власти изо всех сил пытаются бороться с популяцией диких кабанов. И не только потому, что животные устраивают хаос и едят все подряд. У одной мертвой особи был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Также было запрещено кормить животных или приближаться к ним. А людям, которые гуляли по сельскохозяйственным угодьям или заповедникам в пострадавших районах, было приказано в срочном порядке дезинфицировать свою обувь. Все это произошло уже после того, как был введен комендантский час для борьбы с нашествием диких кабанов. Сначала кабаны стали нападать на жителей по ночам, а теперь еще и болезнь. Хорошая новость – она не опасна для человека. Плохая новость – по городу бродят зараженные и дикие животные. С этим реально нужно что-то делать. Свиньи против климата Исследования, проведенные пару лет назад, показывают, что дикие кабаны выделяют около 4,9 миллиона тонн углекислого газа в год по всему миру. Много это или мало? Ну, если верить ученым, то такое количество примерно эквивалентно выбросам 1,1 миллиона автомобилей. Тем более дикие свиньи похожи на тракторы, которые пашут поля и перекапывают почву в поисках еды. А когда почва повреждается таким образом, в атмосферу выбрасывается углерод. В принципе, так же, как и при использовании автомобиля. С одной стороны, всего в мире 1,4 миллиарда автомобилей. И на этом фоне дикие кабаны вообще теряются. Но их популяция быстро растет, и некоторые эксперты уверены, что это может представлять угрозу для климата. Как будто ему было мало других угроз. Стена против свиней Несколько лет назад Дания заявила, что построит забор длиной 70 километров на своей границе с Германией, чтобы не допускать тех самых диких кабанов. Все потому, что они могут быть переносчиками смертельной инфекции, той самой чумы. Хотя в Дании пока не выявлено ни одного случая африканской чумы свиней, она может передаться с дикими свиньями домашним. А это поставит под угрозу местное свиноводство. Вакцины от этой болезни нет, так что остаются только заборы. Дикий кабан против всех 2 июня 2023 года дикий кабан врывался на пляж Коста-Бланка в Испании и ранил там двух человек. Власти даже были вынуждены эвакуировать часть пляжа, чтобы поймать кабана, пока никто больше не пострадал. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как кабан нападает на полицейского и сотрудника агентства по защите животных. Целых два часа специалисты пытались поймать животное, но когда вокруг тебя носится агрессивный кабан весом 100 кило, сделать это нереально. В конце концов, кабана пришлось нейтрализовать. Как именно он вообще попал на пляж, до конца непонятно. Врач как упал в реку Секу со скалы, а оттуда уже выбрался на пляж и как следует навел там суеты. В общем, повел себя, как типичный дикий кабан. До скорого!